Так, уважаемые коллеги, я нахожусь на стенде Javad. Представитель компании Javad Михаил расскажет нам о новинках, представленных в этом году на стенде. Ну, в частности, о коптере. Так, квадрокоптер Triumph F1. Тем, что квадрокоптер умеет летать и фотографировать, сейчас никого, наверное, не удивишь. Говорить имеет смысл про какие-то особенные или, как минимум, ценные особенности. Таких у нас можно выделить три. Первое, то, что это квадрокоптер, не требующий ручного управления. При желании его можно взять, конечно, но, в принципе, это нажал и забыл. Нажимаем кнопку, он летит в той точку, в которой начать съемку, отрабатывает программу, все снимает, возвращается туда же, откуда прилетел. Вторая особенность обусловлена наследованием прибора от геодических приемников Javad GNSS. Тем, что это приемник и вертолет, и квадрокоптер в одном флаконе, в одном устройстве. Если у него снять руки с пропеллерами, снять ноги, антенны, это он превращается в приемник наподобие просто Triumph 1. Можно посадить на вешку и пользоваться им как обычным геодетическим приемником. Немножко другой набор беспроводных соединений, но в остальном он полностью аналогичен и довольно привычен по поведению всем геодетистам. Третье, что можно выделить, интеллектуальная система планировщика пути. Сейчас мы ее тут не покажем, в этот случае чуть сложнее. Система, если кто знаком, решает полностью... Не полностью... Решает полноценную задачу Traveling Salesman, как он там, ковками выезжора, которая считается неразрешимой в полиномиальное время. Для покрытия областей абсолютно произвольных форм можно задать интересующую область, состоящую из нескольких кусков, в которые есть дополнительные области, в которые нельзя залетать. И программа будет не только заставить его облететь все это пространство, но и по возможности сделает путь оптимальным. Но остальные особенности и спецификации, как перечислять, наверное, смысла нет. Их много, и у всех что-то подобное есть. Возвращаем микрофон. Спасибо, Михаил. Коллеги, у нас еще будет в 2 часа по... В 2 часа, да? Да, в 2 часа. В 2 часа по местному времени, значит, в 3 по Москве, будет в полетной зоне демонстрация коптера. Полеты будут. Вот я постараюсь все это дело снять для вас. Спасибо всем, кто смотрел. Я продолжаю прямые трансляции с выставки Интергео 2017. До следующих включений. Продолжение следует...